Большой памятник дает большие шансы на победу. Голова весит 42 тонны, а ее высота достигает почти 8 метров. Скульпторы получили за монумент награду в Париже, Москве и Монреале, а я хочу получить награду за свое селфи. На самом деле, если вы всерьез решили выделиться на фоне участников всей страны, нужно подготовиться серьезно. Консультация специалиста не помешает. Я бы распечатал фотографию себя, приклеил бы ее к квадрокоптеру своему, подлетел бы к голове Ленина и сфотографировал свою фотографию голову Ленина. Наверное, как бы так. В качестве приза планшет, а в нем собрание сочинений Ленина. Кстати, на бумажном носителе работы Владимира Ильича составляет 55 томов. Вам было бы интересно прочесть собрание сочинений Ленина? Нет. Почему? Ну, сейчас, в данное время, мне кажется, это не актуально уже в нашей жизни. А для общего развития? Ну, может быть, если это будет нужно для учебы, может быть, в институте, в университете. Ой, даже не знаю, но возможно. А что вам интересно было бы узнать? Ну, вообще, о самой его жизни, какие его взгляды были на жизнь? Думаю, так. Ну, у него есть, конечно, полезного много очень. А что, например? Ну, труды тоже изучали же. Шаг вперед, два шага назад всякий. Этот памятник находится рядом с площадью Советов, но о нем мало кто знает. Его установили всего два месяца назад. Возможно, я буду первой, а может быть, даже и единственной, кто сделает здесь селфи. И не исключено, что этот снимок понадобится ученым. Безусловно, любая такая акция, она дает нам море материала, я бы сказала. Потому что, ну, самое главное, если результаты этой акции будут выложены куда-то в интернете, и это будет в открытом доступе. Доступен для фотосессии и еще один монумент в парке Орешково. Но станет ли она удачной? В самом разгаре реконструкция места отдыха, и здесь работают строители. Кстати, по воспоминаниям современника, вождя Ленин не любил фотографироваться. Фотокреспондентам приходилось идти на разные уловки, чтобы запечатлеть его образ. Ну, а мне никакие хитрости не нужны, моя задача гораздо проще. Ирина Ревенская, Алдар Дармаев, Новости дня.